Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам хочу показать сорт с очень крупной ягодой. Многим известный сорт Велика Болгарская Селекция. Ягода у нее темно-синяя. От красного до темно-синего окраса. Очень плотная мякоть. Вот видно даже, что вот такая вот шкурка. Так вот, бугристая такая. То есть мякоть с таким серьезным хрустом. Сейчас я откушу. При этом достаточно сочная. Мякоть не окрашена. Очень хороший сахар. Невысокая кислотность. Вкус сортовой. Это один из моих самых любимых сортов. Сорт сильно рослый. Лоза зреет. У нее хорошо. У нас на сегодня 20 сентября. И вот лоза уже... То есть я вот стою мне по плечу. И выше лоза вызрела. Ну, качественно вызрела лоза. Розди у нее не крупные. Вот такие вот. В среднем 500-600 грамм. Но ягода просто огромная. Они такие. Розди. Мой куст не показывает очень большую урожайность. Урожайность средняя. Но ягода настолько вкусна. На рынок у нас этот сорт никогда не идет. Я его... Он хорошо лежит. В ящиках хорошо лежит. Мы сейчас снимем вот остатки. Ну, я тут уже практически все съели. Вот видите, лоза как хорошо вызрела. Лоза коричневая вызревшая. У нас очень важно, как вызревает лоза, потому что морозостойкость у сорта может быть высокая. Допустим, 25-28 градусов заявлено. Но лоза не успевает вызревать. Значит, нет никакой морозостойкости. Сорт зимовать не будет. Вот такие вот ягоды. Посмотрите. Из всех синих сортов темно-ягодных велика у меня на участке это самый крупноплодный сорт. То есть тут реально ягоду за один укус съесть невозможно. В два укуса. Вы посмотрите на ягоды велики. В общем, что хочу сказать. Если вы фанат очень крупной, вкусной ягоды, велика ваш сорт. Но регион с нами схожий либо южнее. севернее в открытом грунте она не будет вызревать. Велика средний ранний сорт у нас она созревает к середине-концу сентября, смотря какой год. Если вы севернее, чем мы находитесь, 58-й у нас регион, значит сажать ее только в теплицу. Велика.